Локомотив Локомотив и должен идти наверху Так что там ему и место Но главное выиграть Сегодня показать хороший футбол Правда и напротив ребята непростые Придется попотеть, но это футбол У тебя какие? Я думаю нужно спокойно выходить, побеждать Подниматься в турнирной таблице Так как некоторые команды потеряли очки Но конечно сегодня Самая главная победа, но я думаю ребята выйдут Покажут достойную, хорошую игру сегодня И так же Для Феди Смолова я думаю Это будет принципиальная игра И с другой стороны для Джекаша Криховика Который недавно перешел из Локомотива по Садар Так что я думаю это будет Добытная мотивация для них И думаю будет очень интересно Добраться за этим матчем А еще интереснее конечно быть на поле Играть Кстати Дима Баринов в прошлой студии говорил Что ему намного тяжелее находиться на трибуне Когда не играешь, это у всех футболистов так? Да конечно, у меня так же Ну когда выходишь на матч У тебя такое небольшое волнение Потому что ты вливаешься и все Волнение сразу спадает А когда смотришь с трибуны, да С скамейки запасных Такое все время переживания За каждый момент, за каждую борьбу Так что... Леш, а так было и в твое время? Или это какой-то современный тренд? Да нет, сто процентов конечно Играть легче там Поначалу естественно и без всех есть волнение Даже перед игрой, но когда ты вышел Ты уже начал играть все в своих руках, как говорится Турнирная таблица, обращаем внимание Московский Локомотив в данный момент На шестом месте, но это потому что Игра в запасе, победа 11 очков догоняет Зенит И кстати вот об игре с Зенитом немножечко хотелось Поговорить, мы помним, что в прошлом туре здесь же На РЖД-арене играли против Зенита Встреча получилась тяжелая Были спорные моменты Давайте как раз про первые из этих моментов Мы поговорим в пенальти, которые назначили Ворота Локомотива Мне так кажется, что в команде Артур все считают Что этот 11-метровый назначен не должен был Я тоже так считаю Ну смотрите, Гиля прыгает Делает минимальное касание Что здесь артистизм Азмуна То, как грамотный иранский нападающий оставил ноги А мы видим, что он старался их оставлять Ну Азмун почувствовал Небольшое касание Гильермии Стал сразу падать Я думаю, да, это больше артистизм Азмуна Но я думаю, это не пенальти Потому что минимальное касание Гиля было И он убирал руки Так что здесь очень спорный момент Ну вот мы очень много говорим о системе ВАР Она пришла, какие-то ошибки испадают Но мне кажется, Алексей, в ваше время Такие пенальти это вообще была лотерея Один арбитр поставит, другой не поставит Сто процентов Это 50-50, как говорится Но здесь отмечу Азмуна Тот еще хитрец Оставил ножки Сыграл как опытный мастер И судья на это повелся И ВАР повелся Но при этом казалось, что Гильерми делает все грамотно Вовремя выходит Вовремя сокращает угол обстрела И пытается убрать руки То есть вины Марината Гильерми здесь нет Сто процентов Он грамотно все сделал Он вынудил Азмуна уйти в сторону Убрал руки Но эти судья Решил иначе Еще был один момент Уже после этого Пенальти назначены ворота Зенита Который реализовал Федор Смолов Давайте посмотрим его тоже Ну и здесь Вот на мой вкус В 2021 году Рифат Жамалединов Находится в таком тонусе Что он должен быть Если не лидером раздевалки Там при живом Дмитрие Баринове Конечно быть тяжело Да, наверное, Артур? Конечно Но лидером на поле С точки зрения игры Пожалуй, Рифат должен быть Я тоже так считаю Что именно здесь мы отмечаем, Алексей? Ну что ж, железная точка Не достает Ерохин, по-моему Да, до мяча И на бедро ловит Чистое пенальти И отлично реализованное И здесь Федя Мы видим Смолов Здорово сыграл Здорово пробил Перехитрил Михаила Киржакова И Мы так понимаем Что Федор Смолов Становится штатным пенальтистом Команда Марка Николича Это так, Артур? Да, я думаю так На тренировках в двух сторонках Тоже Федор подходит к мячу? Федор, да Да И все-таки Федор Да, Федор Но Вот каково Когда у тебя был момент Когда неудачно Пусть и это было в игре за сборную Хотя может быть и дополнительное давление Тебе потом выходить к точке Когда ты не реализуешь момент Мы видим, что Федор с этим справился Как вообще футболисты живут с неудачными эпизодами? Да у футболя вообще прошедшего времени нету Надо выходить Новая история Чистый лист Каждая игра Если ты уверен в себе Ты владеешь мастерством А он владеет мастерством Так что Это, я думаю, на чемпионате мира была случайность А здесь это То, что он умеет и должен делать Давайте еще немножечко о матче с Зенитом поговорим Артур, где ты наблюдал за этой игрой? Я на трибуне Ну, вот как смотрелась эта игра с трибуны? Очень динамичная игра Я думаю, мы могли спать первым таймом, да, когда целый Ищ не забил Когда хорошо сыграли Зенечку с Федей Вот этот вот сумасшедший момент Голов с острого угла, наверное, в современном футболе Сложно увидеть, жалко, что положение вне игры Да, жалко, да, у Федя просто сильный удар, я думаю, здесь ошибка тоже вратаря И он прошил просто его и все Мы отмечаем, что и Зенит, и Локомотив Это лидеры нашего футбола в последние годы И что было вот первостепенно в той игре? Ни в коем случае не уступить или победа любой ценой? Победа любой ценой, я думаю, мы всегда выходим на любую игру Настраиваемся на любого соперника Просто мы отходим от своей игры, не смотрим на соперника Ну, давайте уже переходить к игре сегодняшней Стартовый состав московского локомотива О нем надо поговорить Он изменился по сравнению с расстановкой И с составом, который был против Зенита Ну, во-первых, возвращение Дмитрия Баринова Алексей, это, ну, понятное дело, что это событие Но насколько это усиляет игру? Ну, естественно, усиляет Игрок такого уровня, который с опытом, с опытом международных матчей Что он? В порядке, Баринов в порядке Так что мы все это знаем Это, естественно, подпитка для команды Уверенность в предстоящем матче Артур, вы когда играете в двух сторонках Вы играете за команду Бариновой или против? Ну, бывает по-разному, но большинство, скорее всего, против Где тяжелее? Конечно, против Против Бариновой Давайте послушаем главного тренера локомотива, Марка Николича О том, что он рассказал о сопернике в преддверии этой встречи Как команда восстанавливалась после Зенита и как провели этот микроцикл между играми и играми в Краснодаре? Собирали игроков, которые получали суспензию как Баринов Чуть два-три игрока травмированы Не очень много игроков Через неделю было 17-18 здоровых С многим молодых игроков из Казанки Но все равно приготовились, мне кажется, хорошо Но это надо посмотреть завтра на стадион Вопрос по Технезиану и Едваю Насколько они уже понимают ваши требования? Как они адаптировались в команде? Вот ваш комментарий Да, это всегда сложно, нормально Но это лучшее, что есть у новых игроков, чем что их не было Но самый лучший вариант есть, когда новички на сборах И когда через товарищеские игры могут адаптироваться команды Но по факту у нас такой возможности нет Они должны адаптироваться через игру Так, един и другие качественные игроки С особенными качествами, которые, мне кажется, подходят к команде на данный момент Надо чуть времени, но времени нет, так они должны по ходу адаптироваться Стас Макеев вчера сказал, что вы ему сообщили про вызов в сборную перед матчем с Зенитом Это не рискованный шаг перед таким ответственным поединком Говорить своему футболисту, что вот у него первый вызов в сбор Какой рискованный шаг? Во-первых, я ему не сказал, что он будет вызван на сборную Но что такая возможность есть, это совсем другая вещь Такая возможность у каждого нашего футболиста, теоретически Это должна быть дополнительная мотивация И ничего другого Какой риск? Причем вызван не только он, вернулся Гиля Я рад за всех наших сборников Рад, что я думаю, что Локомотив клуб, русский клуб С самым большим количеством сборников на данный момент Не знаю, не я осторожно смотрю А это не так важно, но важно, что у нас есть пять сборников И за каждого из них я очень рад Думаю, что это правильно, что они заслужили Молодцы Они горжут, что у них будет возможность играть в сборной Они тоже, я особенно тоже горжусь с ними Вопрос по сопернику наверняка уже изучили Вот в какой футбол предпочитает играть Краснодар Краснодарский футбол Там есть чуть другие вещи с приходом Гончаренко Мне кажется, больше компетитивный футбол На результат Но все равно там просто профили игроков Такие, что они не могут остаться играть по-другому Чем это что играют Добавили нового нападающих Которые другой профил, чем был раньше Очень высокий, хороший воздух Там шло пару игроков Там и наш Риковьяк у их сейчас Очень качественно и опитная команда Если сравниваем Локомотив на данный момент И Краснодар Мне кажется, что концепты пошли на оборот Там Краснодар был знаком по этому Что раньше играл с большим количеством молодых футболистов и воспитанников А там сейчас очень много иностранцев и очень опитная команда А у нас наоборот На данный момент у нас играют очень много игроков И почти каждую игру там, когда смотришь по ходу игры И со скамейки там бывает 7-8-9 воспитанников клуба на поле А тоже стала очень молодая команда 14 минут до начала матча между Локомотивом и Краснодаром Мы слышали Марка Николича и его сравнение Он говорит о том, что в Локомотиве очень много своих воспитанников В отличие от того, что происходит сейчас с Краснодаром и Гончленко Артур, вам как, по сути, воспитанника Локомотива Приятно, что так много ребят и на поле выходят и в заявки, и уже рядом с Основой? Конечно, это очень приятно Каждый ребят доказывает, что они достойны быть здесь, работают усердно Алексей, вы человек из Академии Локомотива Сколько еще может Академия подпитывать основной состав? Много ли там ребят уже на подходе? Ну, во-первых, скажу, что каждый клуб должен стремиться к тому, чтобы играли преимущественно воспитанники Это показатель, я считаю, работы Академии У нас есть на подходе пару козырей Я думаю, что тоже скоро присоединятся Надеемся, мы все надеемся, что присоединятся Ну, мы помним, что, например, в матче прошлом, который здесь был на РЖД-арене между Локомотивом и Краснодаром Единственный мяч забил и принес победу Локомотиву тоже воспитанник К сожалению, для болельщиков Локомотива он уже не в команде Это Алексей Миранчук, он играет теперь в Италии Но мы верим Алексею, мы знаем, что говорит Артур И воспитанники еще могут Сегодня, кстати, изменения в группе атаки В матче против Зенита были Камано, Федор Смолов, Зелуиш Зелуиш получил проведение, вместо него выходит Виталий Лисакович Насколько это влияет на изменения игры? Ну, слушайте, я думаю, очень много влияет, потому что сами видели, как в прошлой игру сыграл Зелуиш Конечно, обидно то, что он получил травму Они хорошо взаимодействуют с Федором Он выигрывает много борьбы Остроты много от него Ну, сейчас Ну, я думаю, конечно, желаю вам скорейшего зрения Зелуишу Он один сильный парень Сильный как человек Сильный футболист Он совсем справится Ну, а сейчас давайте как раз послушаем действующих футболистов Ребят, которые будут сегодня в стартовом составе Их мнение в преддверии игры В принципе, это планомерная подготовка Как и к любому другому сопернику Понимаем, что у нас там на этом отрезке достаточно тяжелый календарь Играем там со всеми лидерами чемпионата Вот Ну, готовимся Готовимся, отталкиваемся от своей игры Краснодар изучали Вот И вчера и сегодня были там видеозанятия Как раз таки Ну, опять же, ничего там сверхъестественного Или там какого-то отдельного внимания Краснодару нет Все, полномерная подготовка Ну, у нас старый знакомый приезжает с Краснодаром Да Он наверняка выдаст секреты Но и мы, наверное, его секреты знаем Что вы скажете вообще? Да ну нет, я думаю, что тут больше будут, наверное, для него какие-то там специальные чувства И там желание себя дополнительно проявить Потому что переход состоял совсем недавно Вот И я думаю, что здесь больше касается и относится непосредственно к отдельно взятым игрокам Нежели там, что команда как-то будет отдельно готовиться Все знают, что хороший сильный футболист Но так сложилась футбольная жизнь и его, и там, и нас, скажем так Для тебя матч с Краснодаром принципиален или просто передовой матч? Ну, сейчас уже нет, не принципиален Наверное, первые два-три матча были какие-то особые чувства Сейчас уже ничего специального Ну, теплые воспоминания есть, но там не больно Как команда восстановилась вообще после матча с Питером? Сколько дали на отдых и как бы тренировки начались? Да, все происходило в нашем рабочем режиме То есть первый день была восстановительная тренировка Потом выходной Два дня нагрузочных И вот сейчас больше работаем на тактику с мячом Я думаю, мы не будем раскрывать все карты, как мы готовимся к этому матчу Но точно мы знаем, что они хорошо контролируют мяч У них много открываний в нашу зону защиты И очень много используют ударную зону Я думаю, ни для кого это не секрет Артур, ну вы вот сейчас слышали интервью Станислава Макеева Вы, так же как и Станислав из Владикавказа Так же как и Станислав в юном возрасте перебрались в Академию Локомотива Помогает это вам, что есть такой ориентир? Что вот буквально еще два шага и сборная будет даже? Конечно, это, знаете, даже какая дополнительная мотивация Больше работать, показывать самому себе То, что я готов, я могу Ну, конечно, пока шансы будут уставляли мне Но, надеюсь, в дальнейшем я оправдаю желание И все будет хорошо Ну, отлично, много футболистов из Локомотива сейчас вызвано в сборную Целых пять человек Вот мы сейчас как раз видим Марината Гильерми, Дмитрий Баринов, Фрифат Джамалетинов, Станислав Макеев и Федор Смолов Алексей, кто, на ваш взгляд, пока, по крайней мере, может быть даже не заслуженно Обойдем вниманием Валерия Карпина Кто бы еще мог усилить состав сборной? По-моему, пока что именно вот эти ребята на данный момент Ну, по ним вообще нет вопросов Да, по ним вообще нет вопросов Но я думаю, что со временем все русские ребята могут препятствовать на это Тогда Артур Черный появится в сборной Но если эти появились, почему ему не появиться? Со временем, я надеюсь Скоро Скоро Мы запомнили эти слова Артура А теперь давайте о сборной послушаем, что говорят сами Федор Смолов и Станислав Макеев У всех уже не новые и не первый раз Я думаю, что там какие-то специальные особые чувства испытывает Стас Макеев Потому что для него это первый вызов Все-таки там кто постарше, ребята, никто не первый раз ездит Все знакомо, там ничего нового Опять же, то, что новый тренер в сборной, да, будет интересно, конечно, познакомиться И поэтому все так с нетерпением ждут, наверное, появления и поездки в сборную Но все прекрасно понимают, что мы играем за клуб в первую очередь Что самое важное то, как у тебя там обстоят дела в клубе, в «Локомотиве» Поэтому в первую очередь самое важное – это матч из «Локомотив» А когда наступит время сборной, там уже будем переключаться Ну или те, кто поедут, будут переключаться Во-первых, как узнал? Что сказал первое? Ну, сперва я поговорил, меня подозвал Марко Николич И это было перед «Зенитом», да, он сказал, что за тобой следят, есть шанс поехать Если будешь так же продолжать, то, скорее всего, вызовут Вот так и узнал А так, конечно, это большая ответственность представлять свою страну на международной арене Я думаю, мы все рады и все готовы к этому Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прозвучал гимн футбольного клуба «Локомотив Москва» Но мы сейчас еще об одной приятной вещи поговорим На этой неделе были сразу два праздника Дни рождения у Мацея Рыбуса, Дмитрия Рыбчинского Как в команде поздравили ребят? Как обычно, праздничные шутками Шутками, конечно, да Так совпало то, что у Рыбчинского и у Рыбуса в один день рождения Поздравили, как обычно, поздравительный коридор Ну, это мы видим как раз сейчас в кадрах Вот еще и памятные сувениры Мы от московского «Локомотива» подарили Что дарят на день рождения в «Локомотиве»? Пакетик Ну, сувениры правда же памятные? Конечно, да Ты же когда в детстве растешь Ждешь, когда тебя вызовут в основу А потом вся команда с лидерами Это же приятно Конечно, это очень приятно Мы не можем не обойти стороной соперника Краснодар И там есть хорошо знакомый нам футболист Кжегаш Крыховик Еще некогда футболист московского «Локомотива» Теперь он выступает за Краснодар Сильные стороны его мы прекрасно видели в течение трех сезонов Артур, где слабые стороны, за счет чего сегодня «Локомотив» может его нейтрализовать? Да, знаете, я даже не знаю Ну, я вижу так Крыховик один, а Баринов с Куликовым двое Ну, как минимум Ну, я точно знаю то, что Баринов или Куликов будет сегодня очень хорошо настроен Я причем прекрасно помню слова Джебеша Крыховика Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет Что когда он играл, а Дмитрий Баринов из-за повреждений матча пропускал Ему игралось намного сложнее Поэтому так как у него такого лидера, как Дмитрий Баринов, сейчас нет Ему будет тяжелее Ну, может быть, да Какие еще сильные стороны, Алексей, можно отметить в Краснодаре? На что «Локомотивы» Марки Николичу надо обратить внимание? Не, ну мы все знаем, все видим Состав Краснодара Это элипцированная, качественная команда Там может и новый нападающий классом в порядке И КБЛА Гозинский на своем месте Это хорошая команда Сегодня будет непростой матч этот Да, я тоже хочу добавить У них сейчас появился нападающий Но у них сейчас больше игры Они грузят на него, да, борьба Больше такой силовой футбол Да, хорошо борется парень, так что Ну, хорошо, но у «Локомотива» есть свои нападающие Которые, в общем-то, на мой вкус, не уступают ничем «Борда» Конечно, не уступают, конечно, добраться Причем, учитывая, что и Комано, и Федор Смолов, и вышедший сегодня в старте Виталий Лисакович Согласитесь со мной или нет, это три абсолютно разноплановые форварда Конечно, конечно Лисакович — это, в первую очередь, скорость и хорошо поставленный удар Техника, техника Франциал Комано — это великолепный дриблинг Федор Смолов — это все сразу Чего не хватает кому-то из них? Да все не хватает, я думаю так Что еще мы должны в преддверии игры? Остается чуть больше трех минут Что мы еще должны отметить? Мы должны отметить, что у «Локомотива» сегодня хорошие шансы на победу Мы играем дома, мы играем, мы уверены в себе, у нас сильный состав, хороший тренер Важно, что вернулись болельщики, с чем мы их поздравляем Пока, к сожалению, не все могут прийти, но те, кто могли, они пришли, они поддерживают команду Артур, вот как играется, Алексей, вы тоже наверняка еще помните, что когда люди не приходят, и когда они на трибунах, это же абсолютно разная атмосфера Вообще разный футбол, разный настрой Все равно, когда ты играешь дома, тебя гонят твои болельщики, это дает силы, намного больше силы Да, дополнительная мотивация, конечно Когда играешь без болельщиков, это как ты играешь на сторонку, вообще неинтересно играть С болельщиками намного интереснее Алексей Рябко, Артур Черный, Семен Зигаев, увидимся в перерыве Итак, перерыв матча «Локомотив» Краснодар, мы вновь здесь в студии «Локомотив» с Алексеем Рябко Меш, ну великолепный первый тайм, мне кажется, что, ну понятно, всегда хочется большего, но и то, что мы увидели, мне кажется, ну на пятерочку с минусом оценить можно минус для того, чтобы во втором тайме было лучше Полностью согласен, отличный первый тайм, команда «Локомотив» все контролирует, прекрасных два гола забили, так что первый тайм как минимум удался Федор Смолов, у него два забитых мяча, Артур Черный нам перед матчем говорил, что Федора будет отдельный настрой Я думаю, что он продемонстрировал, как это вообще играть против бывшей команды, это дает дополнительную мотивацию? Ну, все равно, конечно, интерес повышенный к этому матчу у любого футболиста, но мне кажется, что Федор уже на таком уровне, что он на профессиональном, что это для него работа На каком уровне, более того, Федор вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров, он сейчас лучший бомбардир чемпионата России Да, это говорит о том, что он находится в превосходной форме и вызов в сборную, это отличный результат для всех, и для сборной, и для Федора Еще, конечно, мы должны поговорить обязательно о Рефате Жамаледдинове, человек, который, ну, чуть-чуть уберем, заберем славу у Федора Смолову, а дадим ему Рефату Перед началом матча он получил приз как лучший игрок июля в составе московского мотива, согласен ты, Леша, с этим? Да, все оправдано, отлично проводит, знаю, мне кажется, уже последний год этот парень и готов, мне кажется, в состав сборной ворваться Ну, в общем, и играет, и получает игровую практику в сборной Еще важный момент, что Рефат Жамаледдинов в этом матче два мяча забил сам, две голевые передачи отдал, и во втором случае ценой повреждения Рефат смотрится ярко в этой встрече? Да, отлично смотрится, две голевые передачи, видно, что у них с Федором полное взаимопонимание, и отличная связка И при этом еще и от Каманома видели, и от Виталия Лисаковича моменты, и Рефат их разгоняет Но где? Где давай найдем хоть какую-то небольшую погрешность? Потому что сейчас в современном футболе очень сложно провести 90 минут взамен Кого же можем мы увидеть на замену? А давай мы, кстати, сейчас вам не просто представим, а покажем Здравствуйте, наирте князиан Вот мы сейчас у нас, знаешь, какой был вопрос? Мы оценили первый тайм на пять с минусом, ну, чтобы было куда двигаться, согласен? Да, конечно Но современный футбол, 90 минут без замен невозможно Кто, кроме тебя, должен появиться на поле? Я, честно говоря, не знаю, кто вообще выйдет, решает тренер, но я думаю, замены будут обязательно Что можно сказать по поводу первого тайма, очень хорошо действуем на контрах и атаках Играем, к сожалению, вторым номером в некоторых эпизодах, но это приносит свои плоды счет на табло Что понравилось в первом тайме? Мы вот обсудили, что великолепную форму набрал Федор Смолов Великолепно играет Рефат Джамалединов, две голевые передачи, выходы из обороны в атаку через него Что еще понравилось в первом тайме? Помимо этого, я думаю, вся команда действует очень агрессивно Видно, что все заряжены В принципе, тренер нас мотивировал в раздевалке настолько хорошо, что это все сказывается На футбольном поле Раскрой секрет, как Марка Николич Сейчас уже можно, сейчас уже перерыв Болельщики Красодар и Виктор Гончаренко уже, если узнают, то только после игры Что именно отмечал Марка Николич в игре против этого соперника? У них хорошая атака, но, к сожалению, слабое место является их оборона Поэтому надо действовать на контрах и атаках И стараться, если есть возможность, атаковать также позиционно Кто лучше сейчас в команде? Мы приняли решение и болельщики, в первую очередь, чтобы Юля был Рифат Джамаледдинов Сейчас, вот в этом отрезке августа, кто лучше? Я считаю, что Рифат действительно набрал великолепную форму Это видно по тренировочному процессу, видно по игре И, несомненно, это Рифат Наир, кто, вот мы смотрим на состав запасных Кто может или должен сейчас появиться? Ну, потому что 90 минут без замен провести невозможно Как ты думаешь, кого может Марка Николич выбрать? Для меня главный кандидат на замену это Антон Веранчук Я думаю, что именно он А дальше, дальше Согласны, что и Наир Тикнесян? Естественно, как же без этого? Давайте мы отпустим Наира Ему нужно разминаться, потому что нужно быть готовым ко второму тайму Спасибо большое А мы с Алексеем продолжим дальше Спасибо большое, Наир Наир Тикнесян Мы уже видели его дебют Насколько это яркий новичок в составе Локомотива? Однозначно это усиление команды Прекрасный молодой российский футболист И рок-молодежной сборной В будущем, я надеюсь, и национальной сборной Я считаю, что это удача для Локомотива Приобрести такого футболиста Вообще, вот мы давай все-таки поговорим еще о первом тайме Про Наир Тикнесян и других ребят мы поговорим чуть позже Первый тайм получился очень хорошим Очень компактно обороняется Локомотив Но все равно моменты есть За счет чего Краснодар переходит и подходит вот в эту финальную треть? Ну я бы не сказал, что прям моменты есть Мне кажется, это вообще идеальный тайм Понимаете, мы два забили Угловые были Угловые всегда были Угловые стандарты, окей Но все равно все контролируется Локомотивом Мне кажется, особых моментов Один момент был, который Гильерме потащил То это было вне игры Как бы и защита отлично играет И атака отлично играет Лучше тайма не придумают Я думаю, ты, Леша, согласишься со мной Что скорее Локомотив был ближе к третьему забитому мячу Несколько раз Матвей Сафонов свою команду выручил Чем Краснодар Для того, чтобы хотя бы один... Однозначно, сто процентов с тобой согласен Локомотив все контролирует Мог еще забить И был ближе однозначно к долу, чем Краснодар А как в этой ситуации действовать? Мы же прекрасно знаем все наши поговорки Про синицу в руках и журавля в небе Вот сейчас 2-0 Вот, наверное, Князиан отметил Что играем вторым номером Что есть как бы моменты, которые хотелось бы Чуть больше идти в атаку Но это и шанс для соперника Как действовать в этой ситуации? Я считаю, что Локомотив действует идеально Он забил быстрый гол Потом откатился Забил второй У него все под контролем Они расходуют столько сил для победы, сколько им нужно Они ведут 2-0 Зачем сейчас шашки наголо И создавать для соперника лишние зоны? Это никому не нужно И Локомотив это понимает То есть вот эта вот игра, как любят говорить в Бразилии, на Оле Она не нужна сейчас? Да, конечно, не нужна Оле будет, когда осенью посчитаем очки Весной точно Уже весной, так сказать Да, в ваше время чаще Что, вот мы отметили, что появление Антона Миранчука В последний год мы чуть меньше видим Антона на поле Понятное дело, были и повреждения И набор формы Но когда мы увидим, как думаешь, Антона Вот тем Антоном, который в какой-то момент даже Лешу затмил? Да, но мы все его ждем И, как ты правильно сказал, у него были паузы, связанные с травмами Он наберет И проявится, я думаю, с большой буквы Это сильный мастер Какие у него сильные черты? На самом деле, вот что важно В такую игру, которая выстроена, мы отмечаем, которая практически близка к идеальной Тяжелее входить? Или тяжелее, наоборот, входить в игру, которая не складывается для того, чтобы что-то менять? Нет, для такого футболиста, как Антон, когда есть зоны, это самый, скажем так, свежий хлеб, да? Он обладает и передачей, и дриблингом, и скоростью Так что для него сейчас отличное время, чтобы выйти и проявить себя Я думаю, что минут 15 мы его увидим Я думаю, что да, чуть-чуть Марко Николич может подождать Сейчас, потому что ребята из Краснодара отдохнут У них появится небольшой прилив сил Но минут 15-20, опять начнет сказываться усталость И тут свежий Антон Миранчук Ну окей, мы решили, что Антон Миранчук Мы решили, что на Эрте Князян Кого еще из молодых ребят А вам, Алексей, как работник в Академии, они знакомы Мы можем увидеть, особенно среди тех, которые еще не так знакомы публике Понятное дело, что Сильянова уже видели и видели в старте в дерби Но вот кто еще интересен? Да все, здесь все в порядке, ребята Это наши как бы сливки Академии И они все могут себя проявить И мы ждем их И я думаю, что вполне можно сегодня дать им шанс Это вот идеальная ситуация по такой игре Хотя бы там 5, может быть 10 минут Я думаю, да, но главное, чтобы все оставалось так же, как и было в первом тайме В общем, до этого ребята, которые сейчас находятся на поле Должны еще парочку мячей забить, ну что прямо вот уже наверняка не переживать И минут на 10 всех вот сколько можно 5 человек из резервов молодых выпустить Давайте хотя бы такой счет пускай останется и можно выпускать этого Что мы можем ждать от локомотива в втором тайме понятно Что этот Краснодар может изменить за перерыв? Что Гончаренко может изменить? Чего опасаться? Опасаться того, что Краснодару терять нечего Они сейчас полетят Главное выдержит этот натиск первый Я думаю, что Николич это понимает и объясняет сейчас ребятам Что еще игра не выиграна И это только первый тайм И надо закончить после 90 минут с таким преимуществом Так что, я думаю, все все понимают Но сейчас будет более открыто И будут появляться зоны, которые может использовать локомотив Отлично! Ну что ж, на этом наш перерыв подходит к концу Давайте наслаждаться вторым таймом и увидимся после игры Итак, студия после матча локомотив Краснодар Победа 2-1 Алексей Рябко, Семен Дегаев Леш, мы в перерыве говорили, что да Первый тайм великолепный Второй получился Ну, нервный Ну, не совсем нервный Наверное, после гола Да, после гола, наверное, да Но в целом, мне кажется, контролировали игру Чуть-чуть отдали инициативу Ну, это нормально В принципе, закономерная победа Ну, то есть, результат сейчас все равно в любом случае превыше Да, однозначно, конечно Ну, нельзя сказать, что второй тайм был какой-то плохой Он просто был не такой яркий Да, конечно, да Тоже хороший тайм, но нет такой искры, как впереди, как в первом Давайте сейчас еще одного человека пригласим к нам в студию Рифат Жмалединов Один из героев матча Автор двух голевых передач Мы много говорили про Рифата до матча Много говорили в перерыве Во-первых, Рифат, поздравляем со званием лучшего игрока Июля месяца по выбору болельщиков Это... Насколько это приятно вообще? Ну, конечно, приятно Такие награды получаются Тем более у болельщиков То есть, вот то, что... От кого приятнее получается? Стается лучшим игроком, по мнению каких-то специалистов? Или вот то, что болельщиков Болельщиков-то абсолютно все равно Они либо любят, либо нет Ну, в принципе, наверное, от болельщиков, скорее всего Потому что, все-таки, родная команда Более приятная Эксперты тоже, они такие... Разные бывают Согласен Рифат, тяжелый Более тяжелый второй тайм Как на мой взгляд Алексей, может быть, отчасти не согласен, чем первый Почему во втором тайме мы не увидели Такой же яркой игры, как в тайме первом? Ну, все просто Мы выигрываем 2-0 Хотели сохранить мяч Хотели отобороняться И на контратаке убежать Потому что Гарсандар раскрывался Им нужно было забивать голы И мы хотели на этом сыграть Вернемся еще и к первому тайму Две ваших голевых передачи Особенно вторая запомнилась Потому что там Такое ощущение, что мог вас соперник Ну, не то, чтобы в больницу отправить Но нанести серьезные повреждения Обошлось все? Ну, суть по тому, что ты Смогли продолжить обошлось Но насколько больно было в тот момент? Ну, на самом деле Я испугался, когда видел, как он мне влетел Он прям, прям на ногу влетел Ну, вот там отсюда С расстояния метров Страшно Да, я думаю, если бы Я бы дал бы не точно Это была бы красная карточка Но хорошо то, что все обошлось И еще передачу отдал Один на день Что понравилось в игре С своей командой И в чем, как вам кажется Может быть, именем надо прибавлять? Ну, мы выиграли Значит, понравилось все В принципе Можно так сказать Ну, что-то есть? Что вы учитесь исправили? Всегда нужно учиться Всегда нужно в чем-то прибавлять Идеальной команды не бывает Поэтому будем работать С каждым днем будем становиться Все лучше и лучше Мы с Алексеем говорили перед матчем О том, что вы один из тех Кто вызван сборную Алексей даже сказал Что вы выбираете такую форму В 2021 году Что должны статься лидером Этой сборной Вполне возможно Сегодня главный тренер сборной России Валерий Карпин был на трибуне Это дает дополнительную мотивацию? Ну, честно Я даже не видел, что он был на трибуне Мы как бы сосредоточены полностью на игре Поэтому стараемся Отдавать все силы Чтобы упасть в сборную Давайте Рифата мы отпустим Ему нужно переодеваться Мыться, отдыхать Мы его еще раз поздравляем С двумя голевыми передачами И с победой А мы с Алексеем Рифко Дальше продолжим пока вдвоем Будем надеяться Что кто-то к нам Сможет присоединиться еще Леш, что мы еще можем отметить По ходу второго тайма? Все-таки первый тайм мы разбирали уже Ну, второй тайм Я считаю, что оборона Отлично действовала На самом деле Даже тот гол, который пропустили Мы Локомотив пропустил Это следствие очень классной игры Нападающих И полузащиты Краснодара Ну, команды Краснодара В принципе, там сложный мяч Они забили И довели там даже момент до удара Но при этом, да То есть мы говорим именно об исполнении Потому что перед два часа И времени, да Тин едва и не смог удержать Кордубу Но тот очень здорово развернулся Надающего на него футболиста Класса По-моему, если я не ошибся С этого расстояния Был Станислав Бакеев Выскакивал То есть это Нельзя сказать, что это ошибка Обороны Локомотива Это просто великолепно Исполненная атака Краснодара Такое иногда случается Да, это больше заслуг Краснодара Конечно, ребята играли очень неплохо Но иногда так бывает Что и против тебя действуют Классные игроки Отмечаем турнирную таблицу Догоняем «Зенит» 11 очков у «Зенита» 11 очков у «Локомотива» 12 матчей 12 очков у «Динамо» В следующем туре В Петровском парке Матч «Динамо» Локомотив Леш, что вот от этого соперника Мы так, чуть-чуть закинем мостик И в следующий тур «Динамо», который сейчас лидирует И никто его с этого первого места Кроме «Рубина» В теории Не могут сместить до конца этого тура Но что это «Динамо» Может противопоставить Вот такому локомотиву Играющему И знающему свою силу Ну, как мы все знаем Что у «Динамо» тоже лучший старт За многие годы И подобралась неплохая команда Но я думаю, что Вот здесь и проверим Настоящий класс нынешнего «Динамо» На фоне такого сильного локомотива То есть при этом, да Мы же можем отмечать прямо сейчас Локомотив сыграл с «Зенитом» Причем «Зенитом» еще и суперкубок Сыграл с «ЦСК» Локомотив играет с «Краснодаром» «Динамо» пока с такими серьезными соперниками не играла Конечно Конечно, конечно Мы сейчас будем видеть истинную силу «Динамо» Когда у нее пойдут такие матчи Как кого вы назвали Нашу, скажем так, элиту Российского футбольного футбола Так что вот и будем понимать Что из себя представляет «Динамо» А локомотив на фоне этих матчей Уже показал и доказал свою состоятельность Кого еще мы можем отметить По сегодняшней игре В составе локомотива Тот, кто может быть отчасти не заслуженно обделен Кто-то не так на слуху Давай возьмем ребят В первую очередь вышедших на замену Тот же, соответственно, Сильянов Как на мой вкус вышел здорово По-моему, здорово вышел, цементировал там все И даже страшно в какой-то момент стало Когда вот здесь ему досталось по ногам Да, да, да Ну, вытерпел Добежал Сразу вступил в момент Отлично вышел Я считаю Ребята, которые выходили Вообще помогли, я считаю, команде Так и надо выходить Нужно усиливать игру Партнеров команды своей Так что Я отмечу двух опорных полузащитников Куликова и Баринова Они молодцы Так незаметны были Вот ты опередил меня А мне кажется, что наоборот Дима и несколько раз при атаках Был тем футболистом, который мог замыкать И выгрызал несколько Я больше про Куликова сейчас Потому что все лавры, как правило, достаются Атакующим Там Арифату, Федору А эти ребята отработали тоже на славу И их победа не... Ну, в класс победы Ну да, и мы помним у Дани Куликова Хороший был момент Как раз в тайме втором Когда он выловил мяч Вылетающий из штрафной, пробил Да, там Матвей Сафонов здорово Галкипер Констандара сыграл Но сам факт, что Даня находит эти моменты Бьет, попадает в створ То есть все еще придет И опять же Опорный полузащитник Забитый мяч Они не так важны Да, это не показатель их игры Согласен Это не показатель Кого еще мы выделим? Слушайте, ну Макеев здорово сыграл Он не проиграл борьбу этому Большому, скажем так Сильному форварду Который все-таки едва я продавил В моменте А Макеев ни разу Мне кажется У него борьбу не проиграл Я считаю, что тоже Абсолютно заслуженный вызов в сборную И по-моему парень растет И растет Такими большими шагами Да, напоминаем Что Санислав Макеев 99-го года рождения А он уже прогрессирует И прогрессирует здорово Мне кажется, даже вот по ходу Этого сезона Уже можно отметить прогресс Стаса 100% Я говорю Этот прогресс прям заметен На глазах, как говорится Еще, конечно, нужно отметить о том Что, как здорово Марк Николич Выстраивает эту игру И как здорово Он подбирает состав И тактику под соперника Потому что Спойная матч против ЦСКА Где Локомотив Большую часть времени Играл с огромным преимуществом И тоже добился победы Здесь во многом Мы отмечали И Наир Тикнезян Говорил нам об этом в перерыве Что Локу играет вторым номером Но результат приходит Иногда нужно И менять свою тактику Конечно, когда ты забиваешь На шестой минуте гол Хочешь, не хочешь Ты будешь играть вторым номером Потому что Сопернику нужно прилагать Больше усилий Чтобы сравнять счет Больше у них Действий должно быть Ты спокойно ждешь Чуть такой В обратной стойке, можно сказать Но ты готов Ты контролируешь игру Одно, когда тебя там полоскают И создают кучу моментов А другое, когда ты все контролируешь И у соперников С моментов практически нет Кого мы считаем Лучшим игроком матча? Ну, конечно, Смолова Федора Смолова Ну, я бы поделил, конечно Смолов должен чуть-чуть отрезать Одну третью Рефату Ну, хорошо Ну, а я еще выделю Станислава Макеева Ну, что ж Давайте на этом прощаться Еще раз всех с победой Алексей Рябко Семен Зигаев Локомотив И всех его болельщиков Поздравляем с победой 2-1 И ждем матча против Динамо Всего доброго Пока До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok